доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и вчера я просматривая ролики на youtube с удивлением обнаружил в общем-то ролик достаточно старый ему года полтора два замечательная такая молодая красивая девушка перед экраном свои видеокамеры она представилась как психолог коуч тренинг тренер еще какие-то свои регалии перечислила все замечательно все хорошо видно что девушка такая самодостаточная интересная но она занимается психокоррекцией психотерапии и в этом ролике она несла несусветную чушь такой бред несла просто уши заворачивались человек пытающийся помочь людям что-то им подсказать где-то что-то поддержать и так далее и так далее и так далее я вообще крайне негативно отношусь к любой психотерапии в российской федерации об этом есть масса видео на моем канале я считаю что в россии возможно только так называемая психопропедевтика то есть некое обучение людей взаимодействую взаимодействию в обществе взаимодействие прежде всего с самим собой и так далее и так далее но это не тема этого видео но тем не менее наглядный пример того как эта девушка помогающая людям да то есть тренер какой-то психологический значит там и так далее и так далее и так далее какие-то коуч я не знаю что такое коучинг шучу но действительно это бред собачий ладно прошу меня простить и вот эта девушка значит она пытается помогать людям меня это убивает больше всего она не знают основ основы основ психологии где она училась как она училась в основе любой психологии всегда лежит диагностика сначала надо продиагностировать поставить диагноз симптоматический синдром логический и так далее и так далее и так далее назологический в конце концов как это делают врачи психиатры а а потом уже приступать к лечению. Не зная, что лечить, нельзя помочь человеку таблетками или словами, или еще как-то в смысле медицинской помощи или психологической помощи. Но не об этом речь. Просто вот это мое возмущение, оно постоянно во мне живет, я не могу его пережить, встречаю массу роликов. Ладно, когда преподаватели рассказывают о чем-то, о каких-то методах диагностики даже, психокоррекции и так далее. Но когда люди, презентуя себя на достаточно высоком таком уровне, что они все такие из себя расфуфыренные фуфырки, у которых масса каких-то повышений квалификации, каких-то дипломов и так далее, они начинают нести ересь полную. В плане диагностики человек маленький ребенок, он сначала, значит, учит алфавит А, Б, В, Г, Д и так далее. Потом он начинает из этих букв складывать слова. Так вот эти люди, не зная алфавита, психологии, вот это алфавит психологии, диагностика я имею в виду, не зная алфавита, они начинают читать. Это абсурд, это уму непостижимое, это нарушение всякой логики, развитие событий, то есть и так далее и тому подобные вещи. Как можно оказывать какие-то услуги по психокоррекции, не зная элементарных вещей в диагностике, не представляя себе и крайне негативно относясь. О, это тестологи, мы к ним никакого... Обидное название тестологи, да? Мы к ним никакого отношения не имеем, мы помогаем людям. Мы прочитали Юнга, Фрейда, Адлера, я не знаю, там Пизишкиана начитались, да? И вот сейчас, наполненные этими знаниями, мы сейчас будем этих людей лечить, помогать им психологически. При этом они не знают, что существует буква А в психологии, существует буква Б в психологии, существует буква В, Г, Д и так далее по алфавиту. Они этих букв не знают, но знают Пизишкиана. Уж больно наедрить твою мать, похоже, извините меня. Пизишкиан, да, как в анекдоте. Давайте, значит, будем заниматься психокоррекцией, но мы не будем знать, на основе чего вообще существует психика человека. Мы не знаем основы основ, но мы коучинг-тренер, и мы начинаем рассказывать о какой-то там поддержке, помощи, пытаемся помогать людям, не зная буквы А. На ваших экранах сейчас написана буква А в психологии, в диагностике, методика самооценка по Домбору Винштейн. Девушка рассказывала об этой методике, сидела перед камерой и предлагала людям эту методику. Очень подробно она о ней рассказала, рассказала о том, из чего она состоит, как она проводится, начала рисовать какие-то картинки и так далее, и так далее, и так далее. Значит, буква А в психологии называется так. Самооценки такого термина, такого понятия в профессиональной психологии не существует. И вот эта девушка на протяжении более чем 40 минут рассказывала о том, как она с помощью методики Дембору Винштейна, как она и простые люди, другие люди, начинают, могут себя оценить, то есть оценить свою личность, оценить себя, свою деятельность, взаимодействие с другими людьми и так далее, и так далее. Конечно, в ее словах была здравая мысль в том плане, что она вот рассказала о технологии. Но вообще, то, что вы сейчас видите на своих экранах, это не какие-то сложности в плане MMPI, КТЛ, простой зрительно-моторной реакции. Это основа основ. Я вам открываю сейчас самый большой секрет. Я вам пишу на ваших экранах. Вы сейчас видите первую букву психологического алфавита методика Дембору Винштейн. И это большой секрет. Этим секретом обладают только те люди, те медицинские клинические психологи или просто психологи, которые учились должным образом. И понимают, что самооценки, как термина, как в профессиональной психологии, не существует. Вот этого слова его нет. Нет слова «не знаю» в русском языке и нет слова «самооценка» в психологическом языке. Методика Дембору Винштейна – это не методика самооценки. Это бытовой термин для обывателей, для простых людей. Вот это самая самооценка. В профессиональной психологии такого термина нет. Или вернее он есть, но профессиональные психологи его не используют в своем лексиконе. Методика Дембору Винштейна направлена на оценку совершенно другого явления. И это явление, я говорил об этом уже неоднократно в своих видео, оно называется критикой. Методика очень узко применима. Оценивает она исключительно пато проявления в человеке. Вы думаете, что вы исследуете с помощью этой методики какие-то свои личностные характерологические особенности, как было представлено в этом ролике? Ничего подобного. Эта методика самооценка по Дембору Винштейн оценивает патологию психической жизни человека. Эта методика оценивает не норму и не должна применяться к здоровым людям. Она оценивает не норму. Вообще, профессиональные психологи, диагносты, они идут всегда, изучают не норму, а потом понимают норму. И никак не наоборот. Психологи, проучившиеся в институте и не столкнувшиеся ни разу с ненормой, не могут считаться психологами. Сначала надо увидеть ненорму, и тогда вам откроется тайна, что такое ненорма психики человека. Итак, самооценку. Это название, чтобы не отпугивать людей. Методика на самом деле так и называется. Но если назвать ее правильно, профессионально, методика называется критика. Падембор Рубинштейн. Это основа основ психологии. Это буква А. Это патология. Это не норма. Подчеркну этот момент. Она позволяет оценить критику человека. Насколько он адекватно относится к себе и к окружающему миру. Действительно, не структурированный или плохо структурированный стимульный материал. Я об этом слове, словосочетании структурированный и не структурированный. Уже снимал видео и еще буду снимать видео. Материал крайне не структурированный и поэтому действительно качественный. В хорошем смысле этого слова. Он действительно дает настоящую суть понимания того, здоров человек или болен. Подчеркну этот момент. Это не для нормы. Это для патологии. Человек, отмечая на этих четырех шкалах, основных шкалах, их больше. Действительно. Их можно разработать любое количество. Оценивая себя на этих четырех шкалах низко, высоко, средне как-то, еще как-то. Психолог, профессионал, клинический психолог оценивает одну единственную вещь. Критику человека. Методика проводится очень быстро. Человеку ничего толком не объясняется. Говорят, что здесь самые здоровые люди. Здесь самые больные минус. Здесь самые умные. Великие ученые, философы, поэты. Здесь люди с высоким показателем характера добрые, открытые, общительные и так далее. Счастье. Здесь счастье для каждого свое, говорит психолог. Здесь оно, значит, максимально человек чувствует себя счастливым, удовлетворенным. Какие это люди. Здесь люди абсолютно несчастливы в каком-то смысле. И вот быстрое, не задумываясь, на уровне реакции, и это должен стимулировать медицинский психолог, проводящий данный эксперимент, отчеркивание себя на этих прямых, в каком месте вы располагаетесь по этим четырем шкалам или по каким-то другим. Но это здесь представлен в данном случае именно основополагающий классический вариант этой методики. На уровне рефлексов отчеркивания себя на этих шкалах позволяют психологу, медицинскому профессионалу четко оценить достаточные и недостаточные меры критики. Ни о здоровье, ни об уме, ни о характере, ни о счастье идет речь в этой методике. Да, говоря о самооценке, можно сказать, вот у меня здоровье, ум, характер, счастье. На самом деле, все это, и графическое исполнение, и вот эти подписанные внизу слова, и объяснение психолога, сводятся только к одному простому слову, критике. Критика достаточная или критика недостаточная. Все элигофрены, без исключения перед моими глазами, их прошло несколько сотен, если не тысяч, они считают себя самыми умными. Они такие же умные, как Альберт Эйнштейн, без исключения, парадоксальная картина. Представьте, передо мной прошло тысячи людей с диагнозом элигофрении, неважно там имбицинности, диетия и так далее. Они все супер умные, они все могут водить машины, если это дело происходит в плане диагностики, допустим, допуска, недопуска к вождению и так далее. И по всем остальным показателям, единственный фактор оценки по данной методике является следующим. Если человек оценивает себя в среднем, у него можно констатировать достаточный уровень критики. Ни о здоровье, ни о уме, ни характера, ни счастье. Критика одно единственное слово. Если какой-то из показателей или масса этих показателей превалирует, они выходят за рамки средних каких-то вот этих черточек. Человек тут ставит черточку здесь, 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 внизу, выше. Это свидетельствует о недостаточной критике понимания самого себя. Не самооценка делает диагноз человека, а именно критика, способность человека адекватно оценить себя, окружающий мир, ту ситуацию жизненную, в которой он находится и так далее. Так вот, та ересь, которую я несла на этом видео, психологиня, женщина, симпатичная такая девушка, полный бред. Вот то, о чем я вам сейчас рассказал, упрощая эту методику, да нельзя и раскрывая огромную тайну клинической патопсихологической диагностики. Вот это является подлинным фактором того, как понять, здоров человек или болен. В основе любой болезни лежит нарушение психических функций личности человека. Психических функций имеется ввиду внимания, памяти, мышления, речи, низших психических функций, таких как ощущение и восприятие темперамента, как физиологической основы человека, его жизни характера, как психологической основы личности, как социальные надстройки над человеком, над его личностью и так далее. В основе основ лежит самые простые элементарные вещи. В том числе, основным из этих факторов понимания состояния здоровья или болезни человека является критика, никакая не самооценка. Вот такое, может быть, простите меня, эмоциональное видео, но накипело, потому что вчера смотрел не без удовольствия, просто всего разрывало от желания высказаться по этому поводу. Я говорил уже об этой методике в своих предыдущих видео, кому будет интересно, сходите, посмотрите. Несколько видео по ней тоже есть, я тоже там высказываюсь в положительном и отрицательном смысле, но тем не менее, факты остаются фактами. Будьте внимательны, не ведитесь на разные такие вот, так и просится слово на языке, таких вот психологинь, которые вам начинают рассказывать о каких-то там счастьях, характерах, состояниях здоровья ума человека, их самооценки. Такого термина не существует. Благодарю на этом все и удачи вам!